Глубоко на юге Урала, в зоне совершенно недоступной для населения, продолжается строительство горы Ямантау, где, по слухам, возводится огромный подземный бункер. Одни говорят, что это горнодобывающий объект, другие считают, что он предназначен для ядерного Армагеддона. Несмотря на то, что проект длится уже несколько десятилетий и находится вдали от посторонних глаз, никто ничего не знает наверняка. Сегодня мы с вами окунемся в тайны окружающий комплекс горы Ямантау. Расскажу все, что известно об этом объекте, и попробуем разобраться в этом секрете советской эпохи. Когда в 1960-х годах к власти в Советском Союзе пришел Леонид Ильич Брежнев, он получил в наследство напряженную геополитическую обстановку. Всего несколькими годами ранее кубинский кризис потряс мир, поставив его как никогда близко к ядерной войне. Хотя этого кризиса, к счастью, удалось избежать, отношения между сверхдержавами оставались напряженными, особенно в связи с новыми острыми разноглазиями по поводу интервенции США во Вьетнам. Угроза ядерного Армагеддона оставалась актуальной. Брежнев был готов предпринять все необходимые шаги для того, чтобы в случае необходимости Советский Союз не проиграл в Великом атомном противостоянии. Так, в 1970-х годах на Южном Урале началась масштабная стройка, центром которой стала гора Ямантау. В переводе с башкирского языка «Злая гора» — это самая высокая вершина Южного Урала, достигающая в своей наивысшей точке 1640 метров. Строительство началось с размещения вокруг горы двух военных гарнизонов — Белорецк-15 и Белорецк-16, а также, возможно, третьего, известного как Арканет-2. В течение первых нескольких лет эти гарнизоны общей численностью до 50 тысяч человек вели земляные работы и строили железнодорожные пути для транспортировки грузов. В 1979 году все они были объединены в один город, получивший название НЛО-105, позднее названный Межгорье. Межгорье является так называемым закрытым или секретным городом, то есть сюда нет доступа ни общественности, ни иностранцам, ни лицам, не имеющим соответствующего допуска. Закрытые города строились по всей территории советских республик и почти всегда были местом проведения строго секретных исследований, включая испытания оружия, ядерную технику, полеты в космос и другие передовые области. Они были настолько засекречены, что даже семьям специалистов, проживающих в этих городах, редко разрешалось покидать их, и им полностью запрещалось обсуждать внутреннее устройство города, даже если они хотели рассказать об этом постороннему человеку. В то время ни один из этих городов не был показан ни на одной карте. В течение многих лет рабочие продолжали вести раскопки внутри горы, копая гранит и горную породу и вывозя камни через огромную железнодорожную сеть. Проект оставался полностью секретным. Однако в 80-е годы Советскому Союзу стало не до того. В ретроспективе это неудивительно, что наше участие в Афганистане превратилось из быстрого вторжения в десятилетнюю трясину. Это сильно сказывалось на военном бюджете страны. Как правило, при нехватке средств первыми лишаются финансирования, избыточные или экспериментальные проекты. Но несмотря на все экономические неурядицы, в советских республиках строительство горы Ямонтау продолжалось. И на объект направлялось все больше рабочих. Даже после распада Советского Союза, который должен был положать конец лишним тратам, рабочие на горе Ямонтау продолжали вести круглосуточные раскопки. К началу 90-х годов населения секретного года города достигло 73 тысяч человек. В 1994 году отважный российский журналист Иван Старков решил заглянуть на загадочный объект, зная, что по доступным дорогам его не пустят. Он пошел по малопроходимому пути, осторожно пробравшись через густой березовый лес, окружающий Межгорье. Он увидел огромную дыру в земле, окруженную огромной строительной площадкой и даже вертолетной площадкой. В местной газете он написал, внизу было столько железного хлама от водопроводных труб до вагонных колес. Господи, как это туда попало! Масштабы были огромные. Но не только Старков и его читатели обратили внимание на такое грандиозное зрелище. Примерно в это же время за этим районом начали наблюдать американские спутники. И они были озадачены не меньше остальных. Между США и Россией сложились очень напряженные отношения, поскольку обе страны предпринимали взаимные шаги по повышению транспарентности и снижению напряженности. В частности, США организовали для российских официальных лиц экскурсию на комплекс Chain Mountain в штате Колорадо. И каждая из сторон раскрыла точное количество и типы ядерного оружия. Кроме того, в России находились тысячи старых советских ядерных боеприпасов, которых необходимо было утилизировать. И США согласились помочь в этом, направив деньги на демонтаж, поскольку в бюджете России не было свободных средств на такие цели. Однако при получении американской помощи Россия согласилась на то, что остальная часть ее бюджета будет расходоваться только на чисто оборонительные минимальные военные расходы. Комплекс на горе Ямонтау, казалось бы, прямо противоречил этому соглашению. Как заявил в то время один из сотрудников Пентагона, самый сложный вопрос, который мы можем получить от Конгресса, когда просим у него средства на разоружение и ликвидацию российского стратегического арсенала, это почему они тратят свои скудные рубли на строительство такой штуки, как гора Ямонтау? И это действительно отличный вопрос. Когда в кошельках пусто, а долгов как никогда много, почему же российские военные так стремятся завершить начатое на Урале? Что ж, давайте перейдем к некоторым теориям. Иностранное правительство обратило внимание на строительство вокруг горы Ямонтау и обратилось за объяснениями непосредственно к российскому правительству. Но как это обычно бывает, правительство не предложило практически никаких объяснений, кроме заверений США в том, что все происходящее не представляют угрозы для других стран. В федеральном бюджете России на 1997 год этот проект просто значился в разделе Министерства обороны. Надеясь пролить свет на эту тему, один из экспертов по российским делам, Кернов выступил с информацией, заявив, что он является руководителем проекта. Он сообщил, что на самом деле это коммерческое предприятие, и что оно является учредителем предприятия Уральский горно-обогатительный комбинат. На самом деле в этом есть большой смысл, поскольку на Урале сосредоточены богатые запасы медиа, железа и других металлов. Да и честно говоря, это далеко не первый случай использования государственных средств в личных целях. Но это оставляет еще больше вопросов, чем ответов. Если это был просто участок добычи руды, то почему такая секретность? И почему бы не раскрыть это американцам раньше? Полагаю, это еще больше запутывает ситуацию. Позже он взял назад свои слова о добыче руды и сказал, что на самом деле это был подземный склад для военного продовольствия одежды. Можно с уверенностью сказать, что он в чем-то солгал. В наших СМИ появилось также предположение о том, что эта горнодобывающая компания является прикрытием для захоронения ядерных отходов. Хотя и без каких-либо доказательств. Вскоре местные жители подняли шум и стали направлять письма с требованиями, объяснить ситуацию и вывести опасные материалы. Опасения местных жителей были небезосновательны, ведь это был далеко не первый случай хранения ядерных отходов в опасном месте. В качестве примера можно привести Карачаевское озеро, которое из-за захоронения ядерных отходов настолько радиоактивно, что человек, просто постояв у берегов менее часа, получит смертельную дозу радиации. К ним добавился и еще один российский чиновник, который подтвердил все подозрения. Он заявил, что это действительно бункер, в котором российские чиновники могли бы спрятаться в случае ядерной войны. По данным сайта Global Security, этого чиновника звали Шакоров, и он был бывшим коммунистическим деятелем в местном правительстве. Поскольку в интернете на эту тему существует масса спекуляций и дезинформации, я решил копнуть глубже и выяснить, действительно ли этот Шакоров настоящий человек. Пришлось немного покопаться, но оказалось, что он действительно существует. Он упоминается в сноске в экономическом журнале 1987 года под названием «Горбачев и реформа советской системы». Он также упоминается в докладе о положении дел в Советском Союзе, подготовленном Миндитерном торговле США в 1983 году. Так что да, он существует. И согласно этим источникам, он действительно был первым секретарем Башкоркастанского обкома. Правда, в упоминаниях о нем в интернете его фамилия пишется несколько неправильно, с лишней «О». И это придает некоторую достоверность его объяснению горы Ямантау. По его словам, когда в 70-х годах ядерная доктрина США была направлена в основном на уничтожение советского руководства, Брежнев дал разрешение на строительство мощного объекта, чтобы избежать полного обезглавливания правительства. По зламу слу Ямантау должна была стать центром выживания, который позволил бы советскому руководству остаться на плаву даже в случае уничтожения всей страны. Гора Ямантау была выбрана специально по двум причинам. Во-первых, удаленность от других крупных населенных пунктов сводила к минимуму риски прямой и ядерной атаки. Во-вторых, даже если бы бункер стал мишенью комплекс, был спроектирован таким образом, чтобы выдержать взрыв любого оружия из американского арсенала. В том числе и американского бункерного оружия, которое было специально разработано для борьбы с подобными объектами, но просто не обладает достаточной мощностью, чтобы пробить целую гору. Возможно, именно на это намекал Владимир Путин на пресс-конференции в 2020 году, когда заявил, что российское ядерное командование и управление полностью сохранит работоспособность даже в случае ядерной атаки. По данным разведки США, при строительстве объекта в качестве потолка была использована гора высотой 3000 фунтов, однако это вызвало серьезные проблемы с радиосвязью в бункере. Чтобы обойти эту проблему, радиооборудование было размещено снаружи горы, а линии связи проложены через скалу. Эта довольно хрупкая сеть связи указывает на то, что объект, возможно, задумывался не как полноценный центр управления, а скорее как роскошное убежище для российской элиты. На случай, если все, таки все пойдет не так. Все это звучит весьма правдоподобно, но это не единственное возможное объяснение. Один факт, который несколько противоречит идее о том, что это большой бункер для выживания богатых людей, и это невероятные размеры объекта. Его площадь составляет около или чуть более тысячи квадратных километров, что очень много. Это кажется действительно чрезмерным, если только в приглашении разосланным российским олигархам не стоит плюс один для всех и их супер-яхт. Другое объяснение заключается в том, что в этом месте хранится национальная сокровищница России. В России много драгоценных металлов, поэтому вполне возможно, что гора Имантау – это нечто иное, как надежное место для хранения золота, серебра и других дорогостоящих инвестиций. Наконец, возможно, что гора Имантау – это российская версия зоны 51, где разрабатываются и испытываются экспериментальные и особо секретные технологии. В конце концов, Советский Союз был одним из ведущих производителей биологического и химического оружия. А поскольку многие из этих видов оружия были запрещены, возможно, что гора является безопасным местом, где наша страна может продолжать их испытания вдали от любопытных глаз американских спутников. Как бы то ни было, это практически все, что нам известно о комплексе, поскольку наше правительство хранит молчание по этому поводу уже несколько десятилетий. Так что, если какой-нибудь российский чиновник не решит поделиться с нами секретной информацией, мегапроект на горе Имантау, скорее всего, останется загадкой на долгие годы. Ну а что думают зрители канала ТОП-Арми? Что, по вашему мнению, скрывает гора Имантау? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!